Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Освободить надежду. Акции в поддержку украинской лётчицы проходят по всему миру. Савченко продолжает сухую голодовку. Синдром люстрации. В кого стрелял нетрезвый председатель аттестационной комиссии в Луцке? Смертельная скорость. В Киеве Лексус протаранил остановку. Есть жертвы. Кто был за рулём? Своё ноше не тянет. Зачем десятки британских мужчин пробежали дистанцию с жёнами на шеях? Начать действовать прямо сейчас. Надежда Савченко передала новое письмо из застенков новочеркасского СИЗО. В нём украинская пленница заявляет, она выйдет из тюрьмы на своих условиях. И призывает тех, кто может помочь ей освободиться, действовать. По словам Надежды, она уже одержала победу. В каком состоянии украинская узница сейчас, на четвёртый день сухой голодовки? И кого к ней допустили сегодня? Подробнее наш САПКОР в Москве. Данил Русаков. Глухая неизвестность в деле украинской пленницы, похоже, закончилась. Новочеркасское СИЗО, несмотря на праздничные выходные, всё же открыло свои ворота посетителям. Однако те вышли из тюрьмы с неприятными новостями. У Надежды Савченко началась тахикардия, нарушилась терморегуляция, а также периодически отекают ноги. По словам адвокатов, это первые симптомы сухой голодовки. Пищу и воду лётчица отказывается принимать уже четвёртый день подряд. Так Надежда отреагировала на решение Донецкого горсуда перенести дату её последнего слова на 9 марта. Российские тюремщики утром пустили к пленнице священника и руководителя общественной наблюдательной комиссии за следственными изоляторами в Ростовской области. По словам очевидцев, несмотря на плохое самочувствие, Надежда сама преодолела несколько этажей СИЗО. Ближе ко второй половине дня удерживаемую в российских застенках украинку посетил генеральный консул Украины Виталий Москаленко и консул Александр Ковтун. Говорят, они пытались убедить Надежду отказаться от сухой голодовки, но та стоит на своём. Также Савченко уверила, что поить или кормить её насильно пока не пытались. На этой встрече, в частности, говорили и о возможном осмотре врачами из Киева. А накануне агрессивно настроены вандалы в Москве. В Москве забросали консульство Украины яйцами. Это произошло уже после того, как яйцами забросали посольство России в Киеве. Собравшаяся толпа требовала скорой расправы над евродепутатом Надеждой Савченко. Действо длилось недолго. Информации о задержанных нет. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканала Интер. Освободите Надежду. Акции в поддержку украинской лётчицы продолжаются. В каких городах сегодня вышли на митинги и кто ещё требует от России отпустить Надежду Савченко, расскажут наши корреспонденты. Возле посольства России в Киеве сегодня снова митинг. Пришли поддержать Надежду Савченко. На заборе украинские флаги и плакаты с призывами отпустить лётчицу на свободу. Бессрочную акцию в поддержку Надежды Савченко устроили и харьковские активисты. Они вышли с плакатами к российскому консульству, пели гимн Украины и требовали освободить Надю. На акцию вместе со всеми вышел и писатель Сергей Жадан. Савченко – это такой символ этой войны. Власне, циничной, брехливой, жестокой войны. Потому что офицеры украинской армии берут в полон на территории Украины и судят соседние держави. По-моему, это просто нонсенс и абсурд. В Запорожье активисты собрались на площади героев Майдана, чтобы сказать «надежде волю». Общественные деятели и неравнодушные жители свою акцию тоже решили сделать бессрочной. В Днепропетровске люди на центральной площади развернули плакат с надписями «Надежда есть, сохрани её». Активисты говорят, Украина должна приложить все усилия, чтобы Надежда оказалась на свободе. Она отстаивает Украину в целом. И хотелось бы, чтобы Украина её отстаивала точно так же. С призывом повлиять на освобождение Надежды Савченко к европейским лидерам обратились всемирные деятели культуры и науки. Под открытым письмом уже свыше двух тысяч подписей из более чем 20 стран. Среди них лауреаты Нобелевской премии. Белорусска Светлана Алексеевич, австрийка Эльфрида Елинек, российские писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая и многие другие. В своём послании они пишут «Спасение надежды – это проверка эффективности международной дипломатии и европейских ценностей». Ольга Теребинская, Сергей Бордюжа, Лидия Калина, Наталья Грищенко, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал Интер. И сегодня Пётр Порошенко обратился к Евросоюзу и Соединённым Штатам с просьбой усилить давление на Россию для освобождения Надежды Савченко. Эту просьбу он адресовал и лидерам стран ЕС, которые сегодня собрались в Брюсселе. Также президент поручил генконсулу Украины Виталию Москаленко посетить «Надежду» в новочеркасском СИЗО и завтра. Акции в поддержку Надежды Савченко накануне прошли по всему миру. В Нью-Йорке около сотни украинцев собрались на Таймс-сквер. В Тбилиси активисты выстрелились в живую цепь, которая растянулась на 7 километров. Освободить лётчицу требовали и украинцы в Антверпене. Во время своей акции они проводили разъяснительную работу, раздавали флайеры с информацией о похищении и заключении Надежды Савченко. Также «Фри Савченко» скандировали в Хельсинки, Праге, Риме и Санкт-Петербурге. Ещё одно мероприятие активисты готовят на послезавтра. Суд по бриллиантовым прокурорам снова перенесли. В этот раз не по вине обвиняемых заседание проигнорировала сторона гособвинения. Почему это дело уже успели назвать символом неудачной попытки очистить генпрокуратуру от коррупции и кто, по мнению ГПУ, несёт ответственность за провал судебного заседания сегодня, узнавала Ольга Рыцарь. В крошечном зале судебных заседаний Голосеевского райсуда с самого утра шлах. Здесь и обвиняемые бриллиантовые прокуроры, их адвокаты, судьи и представители СМИ. Это первое подготовительное заседание перед рассмотрением дела по существу. Его предварительно назначили именно на этот день. Всех уведомили, однако ни один из государственных обвинителей не явился. Прислали письмо. Без прокурора рассматривать дело нельзя. Один из обвиняемых, бывший зампрокурора Киевской области, при таких обстоятельствах рад общаться с прессой. А вот видео громкой спецоперации в июле прошлого года. В здании главного следственного управления Генпрокуратуры были задержаны два крупных прокурорских чиновника – Шапакин и Корнеец. В их кабинетах изъяли около полумиллиона долларов, драгоценности и ценные бумаги. При обыске у Корнеца дома также нашли 35 пакетов с бриллиантами. Вскоре дело начало обрастать новыми подозрениями. Кроме вымогательства и взяток в особо крупных размерах, прокурора обвинили и в незаконном хранении оружия и рейдерском захвате бизнеса. Казалось бы, доказательств больше, чем достаточно. Это дело курировал замгенпрокурора Виталий Касько. Но месяц назад он уволился. И вот что сказал тогда. Следствие в справе за задерживанием в хабарности так называемых диамантовых прокуроров было завершено нами в восстопаде прошлого года. И 4 сечня 2016 года было направлено к суду для разведки по сути. Не выключено, что после моего освобождения эти проважения начнут активно разваливать. Сегодня в генпрокуратуре недоумевают. Мол, в пятницу исполняющий обязанности генпрокурора Юрий Севрук поручил своему заму Давиду Сакваралидзе лично принять участие в рассмотрении дела бриллиантовых прокуроров. И добавляют, за провал сегодняшнего заседания ответственность несет именно он. Почему Сакваралидзе, курирующий это дело и его подчиненные, не пришли в суд, неизвестно. И будет ли он на следующем заседании, которое назначили на 10 марта? На звонки Давид Сакваралидзе сегодня не отвечает. Ольга Рыцарь, Иван Ермаков, подробности, телеканал Интер. Зона АТО, танки на линии соприкосновения и ночные обстрелы. Боевики продолжают провоцировать украинских военных в селе Зайцево, в районе оккупированной Горловки. Здесь также появились запрещенные женевским протоколом так называемые мины-лепестки. Почему чаще всего от них страдают дети? Подробнее наш военный корреспондент Ирина Баглай. Это все побило. У нас тут дырка. Это все окна побило. А в кухне, в этой спальне у меня были дети. Это спасибо, что они были на полу, когда вы там бомбили. Что окна все побило, а дети живые у меня остались. Отсюда до оккупированной Горловки буквально километр. И именно из этих домов, которые на холмах в селе Зайцево, лучше всего видно, кто первым начинает стрелять и откуда летят снаряды. Но за свою зрячесть жителям приходится расплачиваться. Дома превращаются в такие руины. Они первыми попадают под обстрел. Кто первый начинает? Сепары. Бомбятся оттуда. Прилетают возле моего дома три воронки. И воронки не с Майорска. Это скорее всего от РПГ. Потому как руками его просто невозможно вытянуть. Судя по следам, это свежие. Осколки в армейских угреблениях хвостовики от мины гранат во дворах местных жителей. У трехлетней Дианы, ее младшего брата, не по годам взрослый взгляд. Малыши уже знают, это не игрушки. В руки брать нельзя. А вчера боевики дистанционно разбросали так называемые мины-лепестки. Такие мины запрещены Женевским протоколом. Во время афганской войны они активно использовались. Жертвами становились именно дети. Это мины такие. Они вставляются в специальную кассету. Наступаешь. Человек в 99% остается живой, но без ноги. Оно малюсенькое, зелененькое. Оно может лежать здесь бесконечно. Зайцево на самой линии огня. Враг максимально близко. С пехоты подтянули запрещенные орудия. Ставят их за школы на оккупированной части села. Создавая при этом видимость, что там учатся дети. Нет ученика. Нет, а у них есть ученики под названием ДНР. Все стоит за школой. Ну, прикопано, так не увижу. Они ждут просто команду ФАС. Но местных жителей не обманешь. Технику видят своими глазами. На оккупированную территорию ходить вынуждены. За деньгами. Это русские. Украинских у меня нет. Я получаю пенсию 1175, да? Они дают нам как помощь русскими 9 345 я получаю. Вот это вот. А как гривни еще в 15-м году дали мне за 14-й год. В апреле месяце. И вот до этого ни разу не давали. Говорят, вам не положено. Туда выходишь, ты сепар. Туда приходишь, ты нормальный человек. Мы, как это, как относимся до Украины. Мы украинцы. Но мы же не сепары. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. На смертельной скорости ДТП с летальным исходом произошло в столице. Кто управлял Лексусом, протаранившим автобусную остановку с людьми? И почему до сих пор нет результатов тестов водителя на алкогольное и наркотическое опьянение? Подробнее Олег Решетняк. Синий спортивный Лексус без преувеличения летел. Водитель уже не справлялся с управлением и тогда попытался исправить ситуацию. Но стало еще хуже. Эти черные полосы тормозной путь машины. Авто вылетело с трассы прямо на остановку, где своего автобуса ждали люди. А сам автомобиль, словно в американском блокбастере, на 50 метров улетел в кювет. Мы воссоздали картину аварии. ДТП произошло около 16.30. Автомобиль со стороны Выжгорода мчался в Киев. Водитель начал тормозить, казалось бы, задолго до аварии. Но скорость была слишком высокой. Около 100 метров машину несло в сторону, прямо на автобусную остановку. Там находились люди. Автомобиль задел одного мужчину. Он погиб на месте. А машина, кувыркаясь, вылетела на обочину. Анна оказалась на месте аварии спустя полчаса. Рассказывает, тело мужчины лежало в 100 метрах от остановки. Женщина, которая была рядом с ним в момент аварии, в состоянии шока. Оперативники тут же прибыли на место происшествия. Имена участников ДТП по непонятным причинам до сих пор не разглашают. Известно только, что за рулем был молодой человек 90-го года рождения. Кроме него, в салоне Лексуса было двое пассажиров. Все находившиеся в машине были госпитализированы. В больнице водитель сдал анализы на алкогольное и наркотическое опьянение. Через несколько часов он вернулся на место ДТП. Три года назад этот пешеходный переход стал роковым для Николая Михайловича и его семьи. На этом же месте насмерть сбили его племянника. Никакой информации даже спустя сутки после смертельной аварии с участием дорогого спорткара полицейские не обнародовали. В пресс-службе столичной нацполиции телефоны сегодня молчат. На официальной странице в интернете ни слова о том, что показали результаты анализа водителя Лексуса. Собственно, кто же он и на какой скорости протаранил автобусную остановку. Только упоминание о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ПДД. Олег Решетняк, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. И еще одно автопроисшествие. На этот раз в Одессе в скандале засветился полицейский на служебной машине. По словам очевидцев, весьма нетрезвый. Как это коммендируют в МВД и совпадают ли эти комментарии с показаниями свидетелей? Подробнее Андрей Анастасов. В субботний вечер спальный район Одессы парковка возле супермаркета. Как рассказывают очевидцы, к магазину подъехал автомобиль Шкода, из которого вышел явно нетрезвый водитель. Увидев служебные номера машины, бдительные граждане предположили полицейские. И тут же вызвали патрульную службу и общественных активистов. Увидели автомобиль на служебных синих госномерных знаках и поведение, то есть походка водителя не совсем соответствует трезвому человеку, то есть вызвало подозрение. Пока ехал патруль, служебную Шкоду, то ли жена полицейского, то ли кто-то из таксистов перегнали на соседнюю автостоянку. Мол, выпил человек, нужно помочь. Но активисты собрали показания очевидцев и подчеркивают, изначально за рулем машины находился непосредственно сам сотрудник полиции. Они видели реально, что он со двора и ехал сюда. Приехало его руководство, начали его в сторону отводить, что-то ему рассказывать, ну, как действовать дальше. Соответственно, дальше он уже действовал, как действовал бы любой полицейский, который знает процедуру, как можно уйти от ответственности. Не проходить драйгер и говорить, что не управлял данным транспортным средством. Ну, а в самой полиции рассказывают такую версию, мол, их коллега, сотрудник автотранспортного отделения, в субботу вечером действительно на своем служебном автомобиле припарковался возле магазина, но затем отлучился, выпил лишнего и снова вернулся к машине. То есть виноват лишь в том, что выпил, не поставив машину в служебный гараж. Факт вождения полицейским автомобилем в нетрезвом состоянии не подтверждается. По окончании служебного расследования, возможно, будут даны дальнейшие комментарии. Кроме того, решение по этому делу будет принимать суд, ведь патрульная служба на месте составила протокол об административном нарушении. Полицейскому грозит штраф или лишение водительских прав. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. А в центре Луцка нетрезвый активист стрелял по живым мишеням возле супермаркета. Кого узнали в стрелке полиции свидетелей? Какое отношение это происшествие имеет к переаттестации бывших сотрудников милиции? Узнаем у Инна Белецкой. Субботний вечер, супермаркет возле Волынской обл. администрации. Эти парни вызвали полицию, говорят, по ним стрелял. Нетрезвый мужчина. Навел на нас и начал вот такого водить. Там раз шмельнул, другий раз шмельнул. Мы зашли за угол. Не в повитро, он целился. От греха подальше ребята спрятались за углом одного из домов, вызвали патрульных. Потом стрелявшего отвезли на свидетельствование. Экспертиза показала 1,66 промилле алкоголя в крови. Нетрезвым мужчине полицейские узнали председателя аттестационной комиссии. Сам Виктор Вальчук говорит, во время аттестации ему постоянно угрожали. И незнакомых парней он принял за нападавших. Виктора Вальчука отпустили, открыли уголовное производство, назначили баллистическую экспертизу. Проверяют, из чего же он стрелял. Он утверждает, что ему эту оружие подарила самооборона Волыни. Будем этот факт еще установить. Допытывать самообороны. Сейчас Виктор Вальчук от комментариев отказывается. Но те, кто с ним работал, говорят, он аттестовал руководящий состав Волынской полиции. И недовольных осталось много. Проверяя перетестацию, ему были звонки. Пограждали серьезно его маме. Телефонировали, рассказывали, что Витя еще живет в этом месте. Замачальник Луцкого отдела полиции пока работает на своей должности, хотя по решению аттестационной комиссии должен быть понижен. Уверяет, это ни на что не повлияет. Расследование будет объективным. Правовую оценку деям даст следы, которые ведут сопровождение, которые прошли в аттестацию. До него претензий не было. И сбоку членов аттестационной комиссии. Тем более, что профессиональное управление действует прокуратура. Аттестация полицейских в Луцке добавила последним не только переживаний, но и работы. Правоохранители расследуют еще два громких дела. Об избиении членов комиссии. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Полынская область. Свято место пусто не бывает. Вместо скандального кафе на Крещатике в здании Киевского дома профсоюзов появилось новое заведение с патриотическим названием «Кафе на Майдане». Еще не так давно, 4 месяца назад, активисты и нардепы провели пикет возле ресторана «Эль Кафа» с требованием объяснить, кто разрешил открыть заведение с караоке на месте гибели участников Евромайдана. В Киев-городминистрации тогда также выступили против этого кафе, но повлиять на профсоюзы они не могут. Те сами распоряжаются зданием. В итоге ресторан все же закрыли, и вот на днях здесь появилась новая вывеска. Представитель профсоюзов говорит, с прошлым арендатором договор расторгли, теперь сдают помещение украинскому предпринимателю, который планирует создать здесь так называемое кафе-музей, посвященное АТО и Майдану. Официальное открытие заведения планируется через две недели, и обещают пригласить общественность. Эта будивля – это Хрещатик-16, та будивля – это Майдан незалежности-2. Вот там был штаб реполюции. Здесь была киевская мескарада профспилок. Здесь был банк, здесь не было госпиталя, здесь не было загибших людей на территории этой будивли. Поэтому, если говорить за моральную сторону, мы не видим, будем говорить, вещей, связанных с тем, что погибли люди, и мы на костях у кого-то, как раздувают некоторые представители. Пока появление нового заведения на Майдане не комментировали ни политики, ни киевские чиновники, но мы продолжим следить за этой темой. Под продолжительный минометный обстрел попали наши военные неподалеку от поселка Чермалык, это на Мариупольском направлении. Почему боевики вплотную занялись именно этим участком передовой? Подробнее в материале Александра Пантелеймонова. Поселок Чермалык, это совсем недалеко от Мариуполя. 12 часов дня мы находимся на центральной улице и слышим звуки совсем недалеко активной перестрелки. Стреляют где-то в двух километрах отсюда, на огородах и возле домов никого только. Изредка на полной скорости проносится автомобиль. Все пытаются спрятаться подальше от канонады. Буквально за 10 минут до нашего приезда сюда опять начался обстрел. Обстрел велся хаотичный, из минометов и стрелкового оружия. А это уже последствия прицельного обстрела из минометов. Начался он вечером. На наши позиции упало более 60 мин. Поле и траншеи буквально усеяны следами от разрывов. Эти двери были вибуховой хвилею. Так вот стояли, вырвали на зону. Мы будем еще с этой стороны, где-то в середине буржуйка, чтобы увидеть, какие были осколки. Они как раз можно по выходам увидеть, что бы оно наробило бы в нас, как бы попало. Но слава Богу, у нас все цели, живы, здоровы. Зачем боевикам понадобилось стирать с лица земли именно этот участок, где кроме траншей ничего особенного нет? Наши бойцы только теряются в догадках. Впрочем, здесь уже привыкли к немотивированной агрессии с той стороны. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Европа приняла первый танкер с иранской нефтью. Накануне нефтеналивное судно Монте-Толедо доставило к южному берегу Испании около миллиона баррелей черного золота. Его разгрузили неподалеку от порта Аль-Хесирос. Это первая поставка иранской нефти с момента отмены международных санкций против Тегерана в январе. Танкер одолел этот путь за 17 дней. В течение марта в Европе ожидают еще 8 таких рейсов. Иран может поставлять в ЕС по полмиллиона баррелей ежедневно. Тем временем в Игейском море разворачивается полномасштабная война с контрабандистами, перевозящими мигрантов из Турции в Грецию. Великобритания отправляет на патрулирование корабль королевских ВМС. Какова его задача и какие шансы победить мигрантский кризис на воде, расскажет наш британский Сапкор Светлана Чернецкая. Уже в ближайшее время от британского берега отчалит боевой корабль Маунтсбей. Его будут сопровождать два пограничных катера. Этот конвой направится в Игейское море. Его задача выявление контрабандистов, переправляющих мигрантов из Турции в Грецию. То есть использовать свою недюжинную боевую мощь десантному кораблю не придется. Исключительно собирать информацию и передавать ее береговой охране Турции. А уже в ее обязанности входит перехват судов с нелегалами. Европа собирается серьезно взяться за главный путь беженцев из Афганистана, Ирака и Сирии. Только с начала этого года при попытке доплыть до берегов Европы погибли 320 человек. Вчера утонули 25 беженцев, среди них по меньшей мере трое детей. За переправу контрабандисты берут немалые деньги, а перевозят людей на перегруженных надувных лодках. Британский премьер уверен, если ликвидировать незаконную инфраструктуру по доставке мигрантов, поток нелегалов Европу снизится в разы. Мигрантский кризис главная проблема Европы сегодня. Мы должны разрушить бизнес-модель контрабандистов и остановить безудержный поток людей, пытающихся осуществить бесперспективное и опасное путешествие. Помимо корабля, Великобритания отправляет также военный вертолет марки Wildcat. Он будет обеспечивать поддержку с воздуха немецким, канадским, греческим и турецким судам. Все они патрулируют Эгейское море в рамках спецоперации НАТО, направленной на урегулирование миграционного кризиса. Греция является для беженцев перевалочным пунктом, оттуда они отправляются дальше в Европу. Но сейчас этот маршрут перекрыт. Македония закрыла границу с Грецией, пропуская всего по несколько десятков человек в день. Так что на пороге ЕС уже собралось около 13 тысяч человек. Их дальнейшая судьба зависит от сегодняшних решений европейских лидеров. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Большие стамбульско-брюссельские переговоры, да что там переговоры, торги. Если поток мигрантов в последние месяцы сократился, это вовсе не потому, что не осталось желающих попасть в Европу. Зима и холод сдерживали беженцев. Но скоро нелегальный трафик заработает с новой силой. Об этом в ЕС знают. И сегодня пытаются сделать все, чтобы поток, если не остановить, то хотя бы упорядочить. Подробнее наш европейский корреспондент София Гордиенко. Саммит последней надежды так назвали нынешнюю встречу журналисты. Фактически его созвала Ангела Меркель в ответ на то, что Австрия закрыла границы и заблокировала балканский путь. Фрау Меркель работать по ночам не впервой. Накануне она до трех утра общалась с премьер-министром Турции. Но журналистам сегодня утром не удалось из нее вытянуть ни слова. Позиция Меркель известна. Границы должны быть открыты. Но чтобы и Шенген работал, Европа не задохнулась. Вся надежда на Турцию, с которой еще в ноябре прошлого года было подписано соглашение о противодействии незаконному трафику людей, об охране границ и высылке обратно тех, кто под видом беженцев едет в Европу за лучшей жизнью. Но пока все это только на бумаге. Увы, между нашими двумя саммитами было соглашение, которое имплементировали не все участники, и оно не работает. А если это соглашение не работает, значит его нет. Пока ко дворцу Европы съезжались главы стран, самые влиятельные лидеры ЕС в тесном кругу обсуждали стратегию переговоров. Турция хочет денег и близости, то есть более осязаемые перспективы членства в ЕС и упрощения визового режима. Об этом сразу заявил турецкий премьер. Турция готова помочь Европейскому Союзу и готова стать членом Европейского Союза. Я надеюсь, что сегодня мы будем сфокусированы не только на кризисе, но и на процессе более тесной ассоциации. Ассоциация и безвизовый режим нужны турецкому президенту Эрдогану перед референдумом о поддержке его власти. В обмен Турция согласна пустить в свои воды корабли НАТО, усилить охрану границ. Европа пока готова помочь. Только материально выделил 3 миллиарда евро. Но безвизовый режим, а тем более членство, это перспектива, о которой лидеры ЕС предпочитают говорить очень обтекаемо. Тем более, что свобода слова и права человека в Турции не просто притесняются, грубо игнорируются. Вопросы мигрантского кризиса и членство с ЕС должны быть разделены. Членство это процесс, который требует больших усилий по установлению верховенства права, свободы слова и разделению власти. Саммит будет долгим. Он начался с ланча и, скорее всего, продолжится после ужина. На кону целостность Европы. Ведь с солидарностью уже давно здесь не лады. И если Турция не согласится помочь, кризис будет только усиливаться. Вопрос, какую цену придется за эту помощь заплатить ЕС. София Градиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер Брюссель. Тем временем США расширяют свое присутствие в Сирии. По данным прессы, штаты уже строят две авиабазы в этой стране. Какое дополнительное подразделение Нацгвардии Вашингтон намерен подключить к борьбе с ИГИЛ и на каких фронтах его задействуют, подробнее наш собственный корреспондент. В США Тихон Зитко. Пока в Сирии сохраняется хрупкое перемирие, США, по некоторым данным, не сидят сложа руки и наращивают свое присутствие в этой стране. Агентство Reuters о ссылке на курдские сайты сообщает, что американцы уже почти закончили строительство одной авиабазы на севере страны, на территории, которую контролируют как раз курды. А к юго-востоку от граничащего с Турцией города Кабани строят еще одну базу, которая, как предполагается, будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. При этом на официальном уровне эта информация не подтверждается. В руководстве армии США утверждают, что присутствие американских сил в Сирии остается незначительным. Одновременно с этим США укрепляют сотрудничество с Турцией. Влиятельная американская газета Washington Post пишет, что американская ЦРУ и турецкая национальная разведывательная организация создали секретный координационный центр на границе с Сирией. Спецслужбы используют его для выявления потенциальных террористов среди беженцев. Впрочем, как пишет газета, сотрудничество Вашингтона и Анкары этим не ограничивается. ЦРУ запускает свои дроны с одной из турецких военных баз. Бороться с исламским государством Вашингтон собирается и в интернете. Для этого могут подключить кибернетическое подразделение Национальной гвардии США. Это допустил министр обороны страны Эштон Картер. Как заявил глава Пентагона, необходимо дать четко понять, что государство, основанного на идеологии ИГИЛ, быть не может. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Пхеньян и Сеул обменялись угрозами. В Южной Корее проходят совместные с Соединенными Штатами учения. Самые крупные в истории страны в них принимают участие 315 тысяч военных. В КНДР расценивают это как подготовку к войне и грозят нанести превентивный ядерный удар в случае продолжения маневров. Сеул в ответ предостерег Пхеньян от необдуманного поступка. В свою очередь Россия расценивает учения Южной Кореи и США как давление на КНДР и вместе с тем считает заявление Пхеньяна о ядерных ударах недопустимыми. Где юные британские принцы-принцессы впервые увидели снег? Зачем британские мужья сажают жен себе на шеи? И как четвероногие приняли участие в соревнованиях по серфингу? Об этом не только в нашем обзоре. В Турции построили третий мост через Босфор. Полуторакилометровая магистраль 8 автомобильных и 2 железнодорожных полосы обошлась почти в 3 миллиарда долларов. Открыть мост для пользования планируют в конце лета. Его соединят с автотрассой ведущей в аэропорт Стамбула строительство которого должны закончить в 2018-м. Проект раскритиковали экологи из-за массовых уничтожений лесов. Итальянский пилот пригрозил разбить лайнер с пассажирами если от него уйдет жена. Как сообщает пресса перед вылетом из Рима в Токио мужчина отправил супруге смс та сразу же позвонила в полицию. За пару минут отстранили от работы и отправили на курсы психотерапии. Случай произошел в 2015-м однако известное о нем стало только сейчас. Спустя несколько месяцев летчик немецкой авиакомпании German Wings разбил самолет со 150 пассажирами на борту. В Эквадоре разбушевался вулкан Тунгурауа. Языки пламени поднялись высоко в небо а из кратера полилась лава. Лес в округе покрыт слоем пепла. Из-за угрозы пришлось экстренно эвакуировать несколько близлежащих населенных пунктов. Специалисты предупреждают пик извержения ожидается через пару дней. Отдых по-королевски. Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми побывали во французских Альпах. О своих каникулах чета рассказала в соцсетях и поделилась новыми семейными фото. Это их первое путешествие вчетвером, во время которого принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые увидели снег. Запечатлеть наиболее яркие моменты супруги пригласили профессионального фотографа Джона Стилвелла. Традиционный забег с женами на руках прошел в Великобритании. Десятки пар преодолели полосу препятствий, пробежали по 380 метров, а на финише их еще и облили водой. Победила уже второй раз подряд американско-французская пара, которая побила собственный рекорд и преодолела дистанцию за минуту и 40 секунд. Австралийские серферы устроили соревнования для своих четвероногих любимцев. Строго хвостатых не судили. Главное для них было удержаться на доске. Хозяева утверждают, собакам такие развлечения очень нравятся. Они бесстрашно покоряют высокие волны и купаются в океане. Подробности UA это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Желаю вам побольше хороших новостей и прощаюсь до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ